Вчера президент и первая леди подали декларацию о доходах, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. О том, будет ли документ обнародован, как это происходило со всеми президентами со времен Никсона, в ее заявлении ничего не говорится. Добровольно это сделать Трамп явно не собирается, как не сделал он этого, прикид традиции, и в прошлом году, и во время президентской гонки. Тем не менее, эта тайна Трампа вполне может быть открыта, если демократы победят на выборах в Конгресс. Это вчера еще раз дал понять конгрессмен Билл Паскрелл. Заявивший о том, что у законодателей есть такие полномочия, согласно закону 1924 года. Еще большие финансовые дела Трампа интересует Конгресс в связи с мягкой позицией Белого дома по поводу предполагаемого убийства журналиста Вашингтон-Пост Джамала Хашоги в посольстве Саудовской Аравии в Турции. 11 сенаторов-демократов вчера направили письмо Трампу и организации Трампа с требованием предоставить всю информацию о связях с Саудовской Аравией. Согласно общедоступным данным, организация Трампа десятилетиями налаживала бизнес-связи с правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. Например, в 1995 году Саудовский принц возглавлял группу инвесторов, которые получили отель Плаза взамен на погашение 325 миллионов долларов долгой организации Трампа. Большой интерес налоговая декларация Трампа могла бы предоставлять и для расследования спецпрокурора Мюллера. Но пока ее нет, в ход идут другие приемы. Например, работа с соратниками Трампа, которые после выдвинутых против них обвинений заключили с Мюллером соглашение о сотрудничестве. Так, пресса сегодня сообщает, что некогда не сгибаемый менеджер штаба Трампа Пол Манафорт за последние несколько недель 9 раз был доставлен в офис спецпрокурора, где каждый раз проводил не менее 6 часов. По данным источников, там он рассказывал в том числе о своих связях с Россией. Как сообщил вчера Блумберг, результаты расследования могут быть предъявлены после ноябрьских выборов в Конгресс. Создание также пишет, что Мюллера поторапливает зам генпрокурора Рот Розенстайн, который находится в подвешенном состоянии в Минюсте. Он, кстати, накануне поговорил с Wall Street Journal, где заверил в полной объективности и независимости российского расследования, которое он курирует. Я обязуюсь обеспечить объективное и независимое расследование, каким бы ни был его результат. Общественность может быть уверена, что открытые дела были основаны на уликах и на надлежащем использовании источников. Я официально несу ответственность за возбуждение таких дел, и я рад, что президент поддерживает это. Это, конечно, резко контрастирует с многочисленными заявлениями Трампа, что расследование является охотой на ведьм. Кстати, после недавнего разговора с Розенстайном на борту президентского самолета, этот эпитет Трамп, по крайней мере в Твиттере, не использует. Некогда верный адвокат Трампа Майкл Коэн также пошел навстречу следствию. Вчера он беседовал с прокурорами Нью-Йорка, ведущими расследование в отношении благотворительного фонда Трампа. А содержание беседы прессе узнать не удалось. Напомним, что по мнению следователей, через фонд Трамп проводил миллионы долларов, а потом использовал их для своих коммерческих проектов и в личных целях, пользуясь благами льготного налогообложения в отношении благотворительных средств. New York Times пишет сегодня еще об одном возможном конфликте интересов Трампа. Речь идет о здании ФБР, находящемся в одном квартале от отеля Трампа в Вашингтоне. Несколько лет назад появился план по предоставлению здания частному инвестору для коммерческого использования взамен на новую штаб-квартиру бюро в пригороде Вашингтона. В какой-то момент, пишет издание, сам Трамп проявлял к нему интерес, еще до получения права на открытие своего отеля в американской столице. Но в первые же месяцы президентства проект со зданием ФБР неожиданно был прикрыт новой администрацией. Что может говорить, по мнению New York Times, о нежелании президента иметь бизнес-конкурента в одном квартале от своего отеля. О резко изменившихся планах и возможном интересе в этом президента уже даже составлен отчет генерального инспектора. Белый дом все обвинения отрицает. Мысль о том, что президент решил оставить штаб-квартиру Федерального бюро расследований на прежнем месте, основываясь на чем-то кроме рекомендаций ФБР, является абсолютно неверной. Если эта история получит развитие, в ее разрешении уже точно не примет участие юрист Белого дома Дон Маган. Вчера был его последний рабочий день, и администрацию он покинул без переходного периода, во время которого в курс дела вводится преемник. Источник СНН рассказал, что просто Маган устал от президента, а президент устал от Магана. Именно Магану в заслугу ставит успешную стратегию по утверждению Брета Кавана на пост в Верховном суде. При этом все помнят сообщение о том, что он отказался в свое время выполнять приказ Трампа по увольнению спецпрокурора Мюллера. Более того, год назад он сам добровольно давал показания Мюллеру на протяжении 30 часов о предполагаемом препятствии правосудию со стороны президента в российском деле. Продолжение следует...